Этот вопрос от Дэмиана Кассиану. Дорогой Садгуру... Он итальянец? Похоже. Дорогой Садгуру, мне гораздо легче увидеть чудо в мире природы, чем в человечестве. Как мне увидеть в людях такое же чудо, которое я вижу в танце павлина? Это же... Человек пишет. Я просто подумал, вдруг птица задает вопрос. У людей нет таких великолепных перьев, как у павлина. У нас их нет. Мы можем их нацепить. Но это будет просто наряд. Они — хвост павлина. Легко увидеть чудо в том, с кем не нужно ничем делиться. Знаете, в мире растет целая культура, где люди говорят, «Я люблю все человечество, но терпеть не могу вот этого человека, который сидит рядом со мной». Очень легко любить Бога, например. Потому что он никогда не приходит и не садится с вами за обеденный стол. Может быть, вы возьмете себе его имя, но если он сядет за стол, начнутся проблемы. Поскольку он никогда не приходит, даже если вы предлагаете ему еду, вам совершенно ясно, что есть ее все равно будете только вы. Да? Если он начнет есть подношения... Был такой случай. Когда-то была одна межконфессиональная ассоциация попрошаек. В ней было только три члена. Один — индуист, другой — христианин и третий — мусульманин. Но из-за своего экономического положения они вынуждены быть вместе, иначе они бы перессорились между собой. Однажды они встретились под деревом. И тогда индуистский попрошайка захотел показать всю глубину своей преданности. Он сказал, «Каждый день, какие бы деньги и вещи я не получал, в основном деньги, монеты и купюры...» Я пишу на них большой знак Ом. Ом. А затем подбрасываю все эти деньги вверх. Все, что упадет на ту сторону, где Ом, принадлежит Шиве. Остальное принадлежит мне. Я настоящий преданный. Вы знаете, Ом. Большой хвост и вот так. Попрошайка мусульманин сказал, «Я тоже делал нечто похожее, но наш священный символ — луна в первый день месяца, когда она выглядит как тонкая лента. Я рисую изображение луны в первый день месяца. Затем я подбрасываю деньги, и все, что падает на сторону с луной, принадлежит Аллаху. Остальное принадлежит мне». Затем он спросил христианского нищего, что делает он. Тот ответил, «Я беру все свои деньги и бросаю вверх. Все, что принадлежит ему, он оставит себе. Остальное... Точно так же и здесь легко любить дикую птицу, которая танцует, которая прекрасна, потому что она ничего у вас не просит. Вообще-то павлину вы даже не нравитесь. Вы ему безразличны. Вы видели, как павлин смотрит на вас? Ему наплевать на вас. Так что вам нечего предложить наслаждаться вещами на расстоянии. Вот почему сейчас так много любовных отношений, развивающихся в Facebook, TikTok, Instagram и так далее. Потому что вам не нужно встречаться с ними, не нужно ничего с ними делить, не нужно сидеть и ждать, если они заняли ванную. Не нужно стоять за ними в очереди. Ничего такого. Все происходит мгновенно. Если вам что-то не нравится, можете отключиться и удалить аккаунт. Павлин приходит, танцует, вы его любите, он уходит. Никаких проблем. Вам не нужно приглашать его в гости. Сделайте вот что. Подержите павлина у себя в комнате три дня. Он обгадит все вокруг. И по ночам будет очень громко кричать. Очень громкий звук. Люди могут этого не знать. Каждый день они сидят на моей крыше. И утро они начинают с... с самого утра. Так что поселите павлина в своем доме на три дня. Тогда посмотрим, какими вы будете. Человеческие существа — это сложный вид. Включая вас. Так что не делайте этого. мы говорим о том, чтобы не делать различий по расе, религии, касте, вероисповеданию, полу. Об этом много разговоров. Говорю вам, не проводите разграничения даже между видами. Я люблю обезьяну, но не могу полюбить человека. Это значит, что у вас проблемы с эволюцией. Я люблю обезьян, но терпеть не могу людей. Значит, вам не нравится эволюция. Выглядит восхитительно, когда обезьяна скачет повсюду, прыгая с ветки на ветку. Очаровательно. Но в один из дней оставьте открытым окно в свою комнату в Шивопадам. Если несколько обезьян зайдут в вашу комнату, вам конец. Они съедят все, что найдут, порвут и обгадят все вокруг. Они уничтожат все, что там есть, и уйдут. Вы вернетесь и скажете, «Ах, мои дорогие обезьяны, что же вы наделали?» Нет. Так это не работает. Ничего, по крайней мере, вы наслаждаетесь птицами. Это хорошо. Это что-то вроде... Это все равно, что орнитология. Вы любите птиц. Изучаете птиц или наслаждаетесь наблюдением за птицами. Но когда те же птицы входят в вашу комнату, это уже другой вопрос. Проблема с людьми в том, что вы сталкиваетесь с ними повсюду. Они в вашем доме, в вашем офисе, они повсюду. Они не просто танцуют где-то далеко. Если бы они просто танцевали где-то далеко, вы бы их тоже любили. Проблема в том, что каждый день вам приходится с ними работать, приходится с ними жить, вам нужно управлять ими. Вся проблема в этом. Так что я хочу, чтобы вы поняли кое-что. Нет ничего плохого в том, что вам нравится, как танцует павлин. Это прекрасно. Даже когда он не танцует, его тоже нужно любить. Это все прекрасно. Лягушка спрашивает, «А где змея?» Павлины едят змей. Каждые несколько дней я приношу змей и оставляю их в саду. Но эти павлины съедают их в мгновение ока. Вам нравятся павлины. Мне они тоже нравятся. Но я бы хотел, чтобы здесь также были и змеи. Но их всех быстро съедают. Так что любить легко, когда это происходит на расстоянии. Знаете, на что жалуются многие люди сейчас, в эти времена вируса? На своих близких, с которыми они сидят в заперти дома. Это большая проблема. На 100% возросли случаи домашнего насилия. В некоторых странах возникают самые разные проблемы. Все спрашивают, что делать, как справиться с семьей. Это те же самые люди, по которым вы скучали. Ведь каждый день они ходили в офис. Почему ты так долго? Но теперь они дома. И это проблема. Расстояние — это замечательная вещь. смерть. А смерть — просто фантастика. Умерших людей все любят. вы замечали? Как только они умирают, их вдруг начинают прославлять. Почему их не почитали, когда они были живы? Почему? После смерти они становятся достойными почитания. Их начинают возвеличивать во всем мире и делать так, подносить цветы. Для них делают все, что только можно. Только потому, что они умерли. Когда они были живы, вы так делать не хотели. А когда они умерли, вы делаете это. Что это значит? Нет, я не хочу этого говорить. Вы и сами знаете. Когда они были живы, они были для вас проблемой. Как только они умерли, вы прославляете их, скучаете по ним, любите их. Что это значит? Наверное, вы ждете. Это не очень хорошо. Совсем не хорошо. Так что давайте посмотрим на это более внимательно. Ваша проблема в том, что у вас твердо сформированная личность. И вы ищете что-то, что эту личность не потревожит. Но не каждый человек будет уважать ваши границы. Они неизбежно будут их нарушать. Некоторые из них из-за невежества некоторые намеренно, как это делаю я. Я всегда намеренно наступаю на ваши границы. Как только кто-то наступает на ваши границы, вы чувствуете, что этот человек становится проблемой. Павлин, сейчас за пределами ваших границ. И вам он нравится. Если он нарушит ваши границы, вы и в нем увидите большую проблему. Да, так и будет. Это может быть павлин или другая птица, или обезьян, или осел, или кто-то еще. Когда они на расстоянии, все прекрасно. Сейчас между вами и этими существами есть дистанция. Вы наслаждайтесь ими. Наслаждайтесь, в этом нет ничего плохого. Но важно то, что если вы создадите небольшую дистанцию между вами и вашей личностью, вы увидите, что будете наслаждаться даже собой. И как только вы наслаждаетесь этим человеком, вы увидите, что все вокруг замечательные. Да? Вы не понимаете. Я хочу сказать, что как только вы начнете наслаждаться этим человеком, все начнут казаться фантастическими. Вы можете наслаждаться всеми, потому что теперь вы видите людей такими, какие они есть. Без каких-то рамок, в которые они должны поместиться и в которые они не вписываются. Вот почему в Индии мы создали характеристики Бога таким образом, что Его невозможно принять, если бы Он был здесь. Кришна, Рама, Шива, вы не можете принять этих людей. Спросите дам, хотят ли они прожить жизнь с таким мужем, как Рама? Они не захотят. Спросите, хотят ли они видеть Кришну в качестве своего мужа? Они не захотят, потому что это принесет слишком много проблем. Но на расстоянии в 6 тысяч лет они выглядят просто замечательно. А Шива просто невозможный человек. Он все, о чем вы только можете подумать. Личность Бога была создана таким образом, что если вы действительно можете видеть Его таким, как Он есть, и все же абсолютно принимать Его и смотреть на Него с почтением, если вы примете Шиву таким, какой Он есть, у вас не будет проблем ни с одним человеком на планете. Так что вам нужно это сделать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА